Президент Альхам Алиев, первая леди Мегрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева прибыли в комплекс Музея Мавзолея Моллы Панаха Вагита. Помощник президента Анар Лакпаров проинформировал главу государства и первую леди о проекте восстановления данного комплекса. Проект будет реализован фондом Гидара Алиева. В ходе его реализации особое внимание будет уделено восстановлению прежнего состояния Мавзолея. Во время оккупации Шуши в 1992 году армяне в Варваске разрушили и этот памятник. Я нашел эти фотографии в архиве. Проводятся дни поэзии Ваги. Летом 1982 года. Великий лидер перед Мавзолеем. Люди находились вот здесь, участвовали в этом мероприятии. Находясь здесь в прошлый раз, я обратил внимание на это место и поручил найти в архиве фотоснимки, на которых запечатлено это событие и этот фотоснимок был найден. Посмотрите, изображение Вагифа было на этой стене. Ненавистный враг разрушил и это, этот мрамор. А вот на гробе, на могиле, армянские вандалы разрушили его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы восстановим. Я нашел в архиве еще несколько фотоснимков, связанных с этой поисткой великого лидера в Шушу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На них есть и я. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Один раз я уже показывал его перед дровником на таван. Есть еще один фотоснимок. Я должен показать и его. Здесь также находился бюст Вагифа. Во время прошлой поездки в Шушу я показал, что армяне снесли бюст и построили магазин. Вот он. Бюст Вагифа. И великий лидер осматривает его. Мы восстановим и этот бюст. Затем глава государства, первая леди Ильила Алиева осмотрели остатки дворца Панахали Хана. Субтитры создавал DimaTorzok Это строение располагалось в центре историческом Шуши и это был исторический дворец. где размещалась резиденция основателя Карабахского ханства Панахали Хан. Во время оккупации армянские вагдалы разрушили и это историческое здание. Здесь находился дворец Панахали Хана. Основатель, создатель Шуши Панахали Хан построил здесь для себя дворец. Посмотрите во что армяне превратили этот дворец. Это был исторический памятник. Ненавистный враг пришел, захватил нашу землю, изгнал людей, разрушил, снес исторические памятники, учинил вандализм, варварство. Пусть все международные организации приедут и увидят это. Пусть круги, защищающие, поддерживающие армян, всегда являющиеся их опорой, приедут и увидят, что натворили эти варвары. Освобожденные земли здесь являются свидетелем армянских зверств. В мировой истории, наверное, не было подобного вандализма. Прийти жить на чужой земле, а затем, воспользовавшись случаем, изгнать отсюда местное население. Убивать, сжигать, чинить геноцид. После этого привести в такое состояние исторический памятник народа, который раскрыл тебе объятия, принял тебя, позволил здесь жить. Варварство. Когда я говорю, что отсюда словно пронеслась дикая племя, имею в виду именно эту картину. Субтитры создавал DimaTorzok Затем президент Ильхам Алиев, первая леди Мегрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева прибыли на территорию, где будет установлен бюст Моллы Панаха Вагифа. Проект восстановления бюста Моллы Панаха Вагифа также будет реализован фондом Гейдара Алиева. Это основание постамента. Армения разрушили. Мы восстановим. Субтитры создавал DimaTorzok Во время оккупации армянские вандалы разрушили также находившиеся на центральной площади Шуши, историко-архитектурный комплекс «Караван Сарай» XIX века. Президент Ильхам Алиев, первая леди Мегрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева осмотрели историко-архитектурный комплекс «Караван Сарай». Глава государства был проинформирован о предстоящей здесь работе. «Караван Сарай» «Караван Сарай» Одно из городских построек, столкнувшись с армянским бармастером, является здание Шушинской государственной картинки. Галерея была создана в 1982 году и функционировала до оккупации 1992 года. Здесь находилась картинная галерея города Шуша. Правительство Азербайджана организовало здесь галерею. Во время оккупации враги использовали ее в своих целях. Она будет полностью восстановлена и вновь начнет функционировать как картинная галерея. Затем президент Ильхам Алиев, первая леди Мегриван Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с предстоящими ремонтно-восстановительными работами гостиницы «Карабах». Гостиница была построена в начале 80-х годов прошлого века. Из-за бесхозности здание пришло в совершенно непригодное состояние. В результате предстоящих здесь работ гостиницу планируется довести до современного уровня. Здесь будут созданы все условия для удобства приезжающих в Шушу гостей. Комнаты отеля будут такими. Во время оккупации, можно сказать, разрушили и отель. Здесь функционировал только один этаж. Он находился в плохом состоянии. За короткое время подготовлен как шоурум. Все номера отеля будут в этом стиле. Президент Ильхам Алиев, первая леди Мегриван Алиева и их дочь Лейла Алиева повывали в Шушинском музее Ковра. Этот музей, созданный с целью изучения, сохранения и развития традиций карабахского коврового искусства, также серьезно пострадал во время оккупации. Глава государства, первая леди Илья Алиева также осветили в Шушинском здании, где будет размещаться парк отель. После реконструкции отель сможет принимать гостей на современном уровне. Здесь находился корпус бывшего санатория. В период оккупации его использовали в качестве небольшого отеля, но в очень примитивной форме. Здесь были безобразные условия. Сейчас он восстанавливается. Это тоже шоурум. Номера отеля будут вот такими. В этом году он уже будет введен в эксплуатацию. Президент Шушинского района Айден Керимов доложил главе государства о запланированных к реализации проекта. Президент Ильхам Алиев дал поручение и указание, связанное с предстоящими Шуши работами. Президент Ильхам Алиев, первая леди Минрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева прибыли в село Дашалты Шушинского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И справа и слева открывается прекрасная панорама на село Дашалты. Это село также освобождено от оккупантов. Наша победоносная армия, поднявшись со стороны Дашалты, преодолев крутые скалы, вошла в Шушу. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А впереди гора Биюг-Кирс. Перед нами живописная природа Азербайджана. Куда не посмотришь, кругом красота зелена. Это Азербайджанская земля. Карабахская земля. Отныне азербайджанский народ будет жить здесь вечно. Село Дашалты, оккупированное армянскими захватчиками в 1992 году, также подверглось террору. Президент Эль-Хамалиев дал поручение, связанное с восстановлением села.